Добрый день, друзья! Представляем вашему вниманию тест-драйв от Dreamcar представителя шведского премиум сегмента, седана Volvo S90. Габариты позволяют с уверенностью отнести его к Е-сегменту. Длина почти в 5 метров, ширина чуть более 2 метров и высота 1,5 метра. Большой седан получился у шведов. Колесная база в почти 3 метра обещает отличный комфорт и уверенность на дороге, несмотря на огромные 20-дюймовые диски. Объем багажного отделения составляет внушительные 500 литров, а за доплату доступен электропривод крышки багажника. Разгон до первой сотни для топовой дизельной версии Т5, которая побывала на нашем тесте, составляет 7,7 секунды, что подтвердило наше измерительное оборудование даже в мороз и на неидеальном покрытии. Под капотом тестового автомобиля мощный 2-литровый дизельный турбомотор. Возможные варианты это два бензиновых мотора и еще один дизель и гибрид. Все 2-литровые. На тестовом автомобиле мотор работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, также возможна 6-ступенчатая механика. Привод тестового автомобиля на все 4 колеса, но бывает и только передний. Мощность топового дизеля составляет 235 лошадиных сил, а крутящий момент аж 480 ньютон-метров. Самый мощный в линейке гибрид на 407 лошадиных сил, есть еще два бензиновых мотора, а также базовый дизель на 190 сил. Клиренс составляет 152 мм, и этого достаточно для комфортной езды даже по заснеженным лесным грунтовым дорожкам. Фары – отдельная гордость шведов, полностью диодные, а вот знаменитый молот Тора – лишь как опция за доплату. Отдельное внимание скандинавы традиционно уделяют безопасности. Сейчас все это называется системой city safety. Доктрина ни одного летального исхода или серьезной травмы в машинах Volvo после 2020 года понемногу стоит реальностью. Ведь уже сегодня автомобили Volvo автоматически избегают столкновений не только с людьми и велосипедистами, но даже с крупными животными и статичными объектами. Говоря о безопасности водителя и его пассажиров, в первую очередь обращают внимание на пассивную безопасность, которая напрямую зависит от жесткости и конструкции кузова. Volvo S90 может похвастаться применением алюминия и пяти разных видов стали, в том числе и сверхвысокопрочной промсодержащей стали. Неудивительно, что на тестах NCAP шведский седан получил максимальную оценку в 5 звезд. На кадрах, которые следуют далее, вы можете наглядно убедиться, как деформируется кузов, работают подушки безопасности и ремни, при столкновении с малым перекрытием, при фронтальном ударе, а также при боковых ударах. Ни один манекен при этом не пострадал, так заявляют скандинавы. Следующие кадры теста показывают пассивную безопасность кресла при ударе сзади, а также работу систем безопасности при ДТП с участием пешеходов. Заключительные кадры теста NCAP показывают работу активных интеллектуальных систем безопасности и экстренного торможения. Мы видим имитацию ситуаций, когда впереди едущий автомобиль резко останавливается, или пешеходы неожиданно появляются на дороге. Шведский седан с достоинством проходит и эти тесты. И все же, каков S90 на ходу в повседневной эксплуатации? Это прекрасный автомобиль, особенно для тех, кто ценит комфорт, больше управляемости и остроты повалят. Шведы не скрывают, они стремятся конкурировать с седанами большой немецкой тройки не по спортивности и драйву. Здесь удовольствие от вождения другое, оно мягкое и неторопливое. Нет желания выкручивать двигатель до отсечки или проверять скорострельность автомата. И даже несмотря на отсутствие управляемых амортизаторов, плавность хода S90 поражает. Интерьер автомобиля вызывает неподдельное восхищение. Его дизайн настолько свежо-самобытен, что кажется глотком свежего воздуха среди однообразия салонов премиальных немцев, которые кардинально меняются уже много лет. Обилие натурального дерева, отличного качества кожи и в первую очередь сама архитектура дарят только положительные эмоции. При этом все пронизано истинно скандинавской роскошью, не вычурной, не кичливой, а скромной и функциональной. В целом, Volvo S90 производит весьма приятное впечатление. Шведы, благодаря деньгам инвесторов из Китая, становятся сильным игроком в сегменте премиум. И если сумеют поддерживать взятый темп, их ждет такое же прекрасное и светлое будущее, как и интерьер нового S90. У нас еще свежи в памяти впечатления от нового E-класса Mercedes, ведь он был у нас на тесте совсем недавно. И на месте ребят из Stuttgart я бы нервничал, ведь конкурент в лице шведского седана получился очень сильным.